Мы живы, оттуда поем, пока наши песни лжины. В зале филармонии «Аншлаг» на финальном концерте зимнего Грушинского фестиваля собрались исполнители разного возраста. В этом году в программе выступления молодых талантов и уже известных бардов не только Самарской области, но и всей страны. Для меня Грушинский фестиваль как вторая семья. Знаете, вчера приехал и видишь, когда близких к тебе людей, какое-то происходит вдохновение сразу. Это всегда почетно. Я очень рад, что я влился в эту семью. Уже много лет приезжаю, представляю творчество Владимира Семеновича Высоцкого. Это большая честь. Сами музыканты называют зимний Грушинский репетицией перед масштабным летним фестивалем. Поэтому финальный концерт трехдневного музыкального праздника назвали «С верим наши песни». Грушинский фестиваль дарит нам всем новые, прекрасные, яркие песни. Вот сюда приходят люди, которые без песен жить-то не могут. И в течение года, конечно же, они много поют и пишут новые песни. Встретиться с друзьями, чье мнение для них очень важно. И сверить свои песни – это уж, как говорит, сам Бог велел. Песни «С верены» барды прощаются со зрителями, но ненадолго. Ценители авторской песни встретятся с любимыми исполнителями совсем скоро. Подготовка к летнему Грушинскому фестивалю уже началась. В этом году он пройдет на Мострюковских озерах уже в 44-й раз. Будут песни пошепеть, всего света, голоса будут счастливы. Это событие песенное, общественное, равному которому в мире нет вообще. Я помню, когда-то еще давно, когда еще было объединено, там фестивали же до всякого раскола были всякие. И вот слава Богу, все это в прошлом, надеюсь. Но когда были по 200-300 тысяч человек, то самолеты, летящие на Курумачах, сворачивали с курс и делали круг над этой поляной, чтобы могли пассажиры полюбоваться этим прекрасным зрелищем сотен костров, горящих тут на берегу Волги и протоки. Это, конечно, явление удивительное и вырастившее не только целую прияду авторов нового поколения, это начинается Олега Митяева и так далее, но и просто создавших общественную основу и социальную основу для независимости молодежи, для ее, так сказать, принятия новой демократической России. Вот это очень важная функция, которую эта авторская песня играла, играет и будет играть. Потом она объединяет людей. В наш не очень простой век, когда у нас начинаются гибридные войны, какие-то нацистские попытки, ревизии и прочее, прочее, вот объединение людей одной культуры, а культура у нас однорусская, значит, играет важную роль. И в этом объединении первое дело – это авторская песня, потому что если люди поют вместе, они на него друг друга стреляют, и слава Богу. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События.